БОЕВЫЕ МАШИНЫ Немецкий танк «Тигр», с его почти непробиваемой бронёй и дальнобойной 88-мм пушкой, наводил на солдат антигитлеровской коалиции больше страха, чем любой другой танк Второй мировой войны. Два члена экипажа были убиты, а меня вышвырнуло из-за того, что я не могу. Оказываясь, в меньшинстве почти в каждом бою отлично обученные и храбрые экипажи «Тигров» были элитой немецких «Панцерваффе». Сражаться в «Тигре» было здорово. Мы, конечно, чувствовали своё превосходство. В нашем фильме при помощи архивных плёнок и современных съёмок мы расскажем об одной из самых могучих боевых машин в истории танкостроения – «Танки Тигр». В 1916 году англичане первыми использовали танки на поле боя. В Германии в то время этой революционной новинки не придавали особого значения. Однако после поражения в Первой мировой войне многие немецкие офицеры считали, что если Германии будет суждено возродиться и снова танк будет играть главную роль. По Версальскому договору Германии было запрещено производить собственные танки. Так что в 20-30-х годах разработки танков велись тайно, но с приходом к власти Гитлера и нацистов секретность была отброшена. Германия создала мощную военную машину, которой вскоре предстояло завоевать почти всю Европу. Её главной ударной силой должны были стать крупные танковые соединения, называемые бронетанковыми дивизиями. Эти совершенно новые боевые формирования создал генерал Хайнс Гудериан, один из лучших танковых командиров немецкого вермахта. За свои теории использования танков в современном бою он получил прозвище «отца танковых войск». Хайнс Гудериан между Первой и Второй мировыми войнами изучал возможности применения танков в бою. Он ознакомился с существующими, довольно невнятными идеями и сумел создать собственную, стройную теорию. У каждой армии была своя доктрина. Гудериан был отцом концепции танковой войны. В то время признанным авторитетом в области механизации войск и танкостроения был англичанин, генерал-майор Джон Фуллер. Теории об использовании танков и механизированных подразделений принесли ему известность в разных странах, в частности, в Германии. Для отца Фуллер был образцом для подражания. Отец изучал и другие теории, касающиеся использования танков. Но только британцы имели к 20-м годам сформированную танковую бригаду, по образцу которой мы и создали бронетанковые дивизии нашей армии. Именно британцы стали для нас главным примером. По иронии судьбы, идеи генерала-майора Джона Фуллера так и не были приняты ни британцами, ни французами, ни американцами, которые больше верили в силу пехоты и артиллерии, чем танков. Тем временем генерал Гудериан ясно осознал, что бронетанковые дивизии будут играть ключевую роль в будущих войнах. Он видел, что с мобильностью и ударная мощь танков может оказаться решающими в наступлении. Он разработал теорию применения танковых дивизий как основного инструмента стратегии, в отличие от французов, которые распределяли танки по многочисленным пехотным дивизиям вместо того, чтобы сконцентрировать их в одном ключевом месте. С этой концепцией объединения танков бронетанковой дивизии мы вступили в войну, и она приносила нам успех. Бронетанковые дивизии Гитлера прошли боевое крещение в 1939 году, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Сопротивление противника было сломлено за полтора месяца. На следующий год немцы повернули на запад против французов и англичан. Используя передовую тактику, танковые соединения совершали прорывы, рассекая силы противника, хотя у союзников было больше танков. В июне 1941 года Гитлер развязал войну уже с Советским Союзом. За считанные недели Красную Армию отбросили далеко вглубь страны. И здесь танковые дивизии казались несокрушимыми. Немцы были уверены, что их танки превосходят всё, что имеется на вооружении противника. Но осенью 1941 года немцев ожидал неприятный сюрприз появления нового русского танка. Разработанный в условиях строжайшей секретности, русский Т-34 по вооружению и характеристикам превосходил все немецкие танки. Вскоре появились Т-34. И это стало полной неожиданностью, ведь мы о нём даже не подозревали. Этот танк оказался достойным соперником, с которым приходилось серьёз считаться. Первые Т-34 не только нанесли серьёзный урон немецким танкам, но и потрясли высшее руководство Вермахта. Немцы осознали, что когда русские насытят свои части достаточным количеством 34-ок, Вермахт окажется на грани поражения. Гитлер, узнав о неожиданном препятствии, пришёл в ярость. Он приказал конструкторам создать новый тяжёлый танк, который вернёт немцам преимущество на поле боя. Гитлер сам задал технические требования, включавшие пушку с высокой начальной скоростью снаряда, толстую броню и максимальную скорость в 30 км в час. Опытные образцы нового танка под обозначением «Панцер-6» были представлены немецкими фирмами «Ман», «Даймлер-Бенц», «Хеншель» и «Порше». К 1942 году в этой гонке определились два лидера, «Порше» и «Хеншель». Обе компании подготовили демонстрацию новых танков ко дню рождения Гитлера 20 апреля. Доктор Фердинанд «Порше» был другом «Фюрера», и они оба были неприятно удивлены тем, что разработка фирмы «Хеншель» оказалась явно лучше. Из трёх основных характеристик любого танка огневой мощи, брони и подвижности, немецкие конструкторы сосредоточились на огневой мощи. Следуя указаниям Гитлера, конструкторы фирмы «Хеншель» установили в башне нового танка зенитное орудие калибра 88 мм, самое мощное на тот момент танковое орудие. Через два месяца новый тяжёлый танк был, наконец, готов для боевых испытаний. Могучая боевая машина получила название «Тигр». 56-тонный «Тигр» был на 20 тонн тяжелее своего главного соперника. Всё же, несмотря на размеры, он должен был преодолевать любые препятствия и пересечённую местность лучше любого другого немецкого танка. Адольфу Гитлеру этот танк очень понравился. Он был большим, мощным и был воплощением идеалов, господства арийской расы. Эта машина как бы олицетворяла могущество тевтонского духа. В конце 1942 года фронтовые подразделения получили этот супертанк. Его 88-мм дальнобойная пушка не имела себе равных по огневой мощи. Скоро выяснится, будет ли «Тигр» тем инструментом побед, который был так нужен Гитлеру. Невероятные успехи немецкой армии в первые три года войны продемонстрировали, что бронетанковые дивизии оказались главными орудиями гитлеровской стратегии. Их решимость, храбрость и мастерство приносили вермахту победу за победой. Генералы бронетанковых войск, такие как Эрвин Роммель и Хайнс Гудериан, стали легендарными фигурами. Как и летчик-истребитель, танкист в его черной форме со значком в виде черепа стал новым героем Германии, когда в 1939 году началась война. Альфред Руббель хотел стать танкистом. Бронетанковые войска считались элитой вермахта, и наша черная форма была символом избранности. Мы гордились собой. В конце концов, мы были мальчишками. Когда в 1942 году был создан «Тигр», для новых танков отобрали лучшие экипажи. Они стали избранными среди избранных. В экипаже «Тигров» набирали только опытность танкистов, уже проявивших себя в боях. Обучение начиналось с теоретических занятий, а затем следовали упражнения на новых машинах. Инструкторы рассказывали о передовой технологии «Тигра». Мы знакомились с наставлениями об уходе и обслуживании, которые каждый танкист должен был носить с собой. Пять человек экипажа обучались вместе и знакомились с машиной до тех пор, пока они начинали разбираться во всех тонкостях нового оружия. Танкистов особенно радовала великолепная броневая защита «Тигра». Лоб танка был защищен бронёй в 100 миллиметров, а борта и корма — 75. Это был самый сильно бронированный танк в мире. Сперва я разочаровался. Это был просто динозавр, а не элегантная машина, как я надеялся. Я думал, он будет похож на Т-34. Но после того, как мы узнали его и научились использовать его мощь, мы до самого конца войны предпочитали «Тигр» любому другому танку. Немецкие конструкторы разработали исключительно мощную пушку, способную пробивать броню любого танка. 88-миллиметровая пушка была создана на основе мощного зенитного орудия. Прицельная оптика и поворотный механизм башни тоже были весьма совершенны. Наводчик стоял на двух педалях-качалках. Стоило нажать на переднюю часть педалей, башня поворачивалась вправо, а при нажиме на заднюю часть — влево. При обучении наводчики и заряжающие работали по секундомеру. И от них требовалось укладываться в определенный, очень строгий норматив. В обучении экипажей участвовали инструкторы, зенитчики, отлично знакомые с особенностями 88-миллиметровой пушки. Стрелок-радист сидел рядом с механиком-водителем и стрелял из курсового пулемета, расположенного в шаровой установке в правой части лобовой бронеплиты. Пулемет использовался в основном против пехоты и расчетов противотанковых орудий. Огонь пулемета прижимал противника к земле, не давая им поднять голову. Водителей для «Тигров» отбирали очень тщательно. Водитель такого танка должен был хорошо знать матчасть, проявлять инициативу и смекалку. Кто-то мог бояться замкнутого пространства в танке, но ты не имел на это права. Механик должен сохранять выдержку и спокойствие, чтобы не поставить под удар весь экипаж. У «Тигра» было 8 передних передач и 4 задних. Но из-за большого веса управлять им было тяжело, поэтому фирма «Хеншель» разработала усилитель рулевого управления и впервые в танке установили руль, а не рычаги. Благодаря усилителю можно было вести «Тигр» одним пальцем, а полуавтоматическая коробка передач также была лучше, чем на любом другом нашем танке. Изначально тяжёлому танку «Тигр» отводилась роль железного кулака бронетанковых дивизий, который пробивал брешь в обороне противника. Бронетанковая дивизия, краеугольный камень немецкой стратегии, обычно состояла из трёхбатальонного танкового полка, это около двухсот танков. Кроме того, в составе дивизии имелось два полка мотопехоты, личный состав которых был обучен действовать вместе с танками. В составе дивизии имелось артиллерия, сапёрные части, средства ПВО и части обеспечения. Общая численность в разное время колебалась от 10 до 15 тысяч человек. «Тигр» обычно объединяли в роты и приписывали к дивизиям. В каждой роте было 14 «Тигров». У нас были машины технического обслуживания, топливозаправщики, средства доставки боеприпасов, продовольствия и так далее. Топливо жизненно важно для танка, а учитывая, что «Тигр» потреблял 6 литров на километр, топливозаправщики всегда должны были быть рядом. «Тигр» — это чудо конструкторской мысли. Но наиболее уязвим не сам танк, а всё, что с ним связано. Это машины с боеприпасами, заправщик, которые находятся недалеко от танка. Если их уничтожить, танк будет бесполезен. В роты «Тигров» часто входили лёгкие и средние танки, такие как «Панцер-3» или «Панцер-4». Они были нужны для выполнения задач, для которых «Тигр» не был приспособлен, например, разведка и боевое охранение. В результате «Тигр» делал только то, для чего он лучше всего подходил — уничтожал противника с большого расстояния. «Тигр» с их элитными экипажами скоро стали легендой. Огромные размеры и грозный внешний вид с длинной пушкой сделали их королями полей сражений. Первые «Тигры» с отборными специально обученными экипажами появились на Восточном фронте в конце 1942 года. Для бронетанковых дивизий Россия оказалась театром военных действий, лучше всего подходящим для применения танков. Однако при переброске крупных соединений по бескрайним русским равнинам экипажи оказались привязаны к своим машинам на долгое время, иногда неделями напролёт. Танк был для нас не только боевой машиной, убежищем, средством передвижения. Это был наш дом, и о нём заботились, как о своём доме. В «Тигре» экипажи «Тигров» по достоинству оценили просторное внутреннее пространство танка. В «Тигре» у механика-водителя, и особенно у стрелка-радиста, было много места. Сидения были удобными, и я мог даже вытянуть ноги, если хотел поспать. Механик мог сделать то же самое. В других танках о таком и мечтать не приходилось. В бою преимущество «Тигров» было в том, что они могли открывать огонь и уничтожать танки противника, вроде Т-34, с большого расстояния. Теперь мы поражали цели с расстояния, о котором раньше могли только мечтать. Командир танка определял цель, а наводчик сам выбирал, когда открыть огонь. Только плохие командиры вмешивались в работу наводчика до того, как он выстрелил. Встреча с «Тигром» в бою для экипажей Т-34 часто оказывалась роковой. При встрече немножко дрожь. При встрече с «Тигром» тебя бросало в дрожь. Не только потому, что он был так мощно вооружён. Мы же были молоды, а этот танк всем своим видом навевал ужас. Он был куда мощнее Т-34. Т-34 более могущественно больше. 76-мм. Наше орудие калибра 76 мм могло поражать цели на расстоянии в 500 метров. У «Тигра» же прицельная дальность была больше километра, поэтому нам приходилось туго. Это очень тяжело для нас. Даже если «Т-34» подходил достаточно близко броню «Тигра», всё равно нелегко было пробить. Свой первый бой на «Тигре» мы приняли в русской степи. В нас очень много попадали, но всё безрезультатно. Тогда я по-настоящему поверил в защищённость танка и решил, что в «Тигре» со мной ничего не случится. Мы чувствовали себя в безопасности внутри танка, хотя полной гарантии не было. Я в «Тигре» всё же был ранен пять раз. Но теперь мы были куда лучше защищены от огня противника. Некоторые «Тигры» получали по 30 попаданий, но оставались в строю. Однажды во время шестичасового боя в один «Тигр» попали 227 раз. Несмотря на повреждения катков, гусениц и трансмиссии, он смог пройти своим ходом ещё 60 километров. «Тигры» взаимодействовали с пехотой и артиллерией, поддерживали друг друга. Панцир-гренадёры двигались на флангах в 40 метрах от танка, защищая его от действий пехоты противника. У командиров «Тигров» была прекрасная связь с экипажем. «По опыту знаю, что никто никогда не надевал наушники на оба уха. Одно всегда оставляли свободно. Если ты не слышишь, что происходит снаружи, то тебя могут застать врасплох, а ты не успеешь среагировать. Для командира самое важное — иметь чёткое представление о ситуации на поле боя. Отличная подготовка экипажа позволяла командиру «Тигра» сосредоточиться на поиске цели. Для этого люк предпочитали держать открытым. Я высовывал голову из люка, чтобы всё видеть. Если видел противотанковые орудия, то успевал вовремя среагировать. Когда люк закрыт, обзор сильно ограничен. Танковый ас «Отто Кариус» награждён рыцарским крестом за уничтожение более сотни танков противника. Опасной, но необходимой обязанностью командира была пешая разведка. Так он получал более достоверную картину и мог выбрать, где лучше расположить тяжёлый «Тигр». Однажды Кариус, наблюдая за танками противника из траншеи, был захвачен врасплох неожиданной атакой противника. Кулемётный огонь русских был очень плотным, и меня ранило в бедро. Я не мог побежать назад по траншеи. Кариус послал за помощью, а русская пехота тем временем подошла к окопам. Я был ранен в руку и в спину. Я слышал, как приближаются мои танки. Русский офицер видел мои знаки отличия, офицерский планшет, и хотел взять меня живым. Но было слишком поздно. Русский выстрелил мне в шею, а затем подошли наши танки. Хотя Отто Кариус получил пять серьёзных ранений, он поправился и через девять месяцев вернулся на фронт. Бронетанковые дивизии СС тоже были укомплектованы «Тиграми». Хотя они, по большому счёту, не были частью армии, СС были элитной военно-политической структурой нацистского государства. Прославленные храбростью и жестокостью, бронетанковые полки СС наводили страх на войска союзников. В июне 1944 года, когда союзники наконец открыли Второй фронт, две закалённые в боях бронетанковые дивизии СС, вооружённые «Тиграми», были переброшены с Восточного фронта во Францию. Им предстояло уничтожить англо-американские войска в Нормандии. В июне 1944 года, две вооружённые «Тиграми» бронетанковые дивизии СС были переброшены в Нормандию. Немцы месяцами ждали вторжения союзников во Францию. Но они не знали точно, когда и где это произойдёт. Фельдмаршал Эрвин Ромель командовал группой армии В во Франции. Но использование бронетанковых дивизий с «Тиграми» было предметом разногласий в немецком высшем командовании. Фельдмаршал фон Рундштетт, главнокомандующий немецкими войсками во Франции, не хотел использовать бронетанковые дивизии при отражении высадки. Основные силы будут стоять далеко от побережья и будут брошены в бой только тогда, когда будет точно известно место высадки союзников. Но Ромель считал по-другому. Он доказывал, что танки необходимо держать как можно ближе к побережью, чтобы сразу же отразить высадку союзников. В спор вмешался Гитлер и запретил перемещать танковые дивизии без его собственного приказа. К сожалению, для Ромеля танки не были использованы в первый же день высадки союзников. Невероятно, но Ромель не смог связаться с Гитлером, чтобы убедить того отдать приказ. Когда танковые дивизии, наконец, прибыли, было уже поздно. Союзники уже закрепились на плацдарме. Тем не менее, две бронетанковые дивизии СС, вооруженные тиграми, переброшенные с Восточного фронта, вступили в бой с союзниками. Тех, кто встречался с ними, охватывал ужас. Они жгли наши танки с 900 метров. А мы не могли с ними ничего сделать даже с 200 метров, когда сходились лоб в лоб. О разрушительной мощи Тигра стало известно всем, и солдаты стран-союзниц вскоре придумали новое слово «Тиграфобия». Генерал Монгомери наложил запрет на боевые донесения с информацией о достижениях тигров, потому что такие сообщения подрывали боевой дух войск. Но хотя у союзников сложилось впечатление, что в составе дивизии СС против них действуют сотни тигров, немцы бросили в бой в Нормандии лишь 90 танков этого типа. Но урон, который они наносили союзникам, подтверждал репутацию тигра. Самым впечатляющим успехом «Тигров» в Нормандии стал бой 13 июня 1944 года, через неделю после высадки союзников. Тем утром британские танки выдвигались из французского селения Вилле-Бокаш. По длинной узкой дороге им пришлось растянуться в колонну по одному, расположив командирские танки в центре. Британцы не знали, что неподалеку затаилась группа из пяти «Тигров» под командованием лейтенанта СС Михаэля Виттмана. Виттман был первоклассным закаленным в боях танкистом, который уничтожил на Восточном фронте 117 танков противника и был награжден рыцарским крестом. Грамотно расположив остальные свои танки, Виттман на своем «Тигре» атаковал англичан. Застав противника врасплох, он уничтожил три танка, а затем атаковал британскую колонну с тыла. Из дыма вдруг появился огромный танк. Он слегка повернул башню и выстрелил. Раздался грохот. Снаряд пробил лобовую броню и прошел у меня между ног. Я почувствовал боль, болванка прошла у меня между ног и застряла в двигателе. Огонь охватил машину. Я крикнул экипажу «Выходим!». В любой момент могла рвануть боеукладка. Через две минуты на дороге полали 13 британских кромвелей, подбитых танком Виттмана. Его «Тигр» двигался к танку, которым командовал капитан Пэт Дайас. Я выстрелил в «Тигра» с сотни метров. Снаряд просто отскочил от брони. Это обескураживало. Дайас дал задний ход и укрылся в саду. И танк Виттмана прошел мимо. Англичанин решил обстрелять «Тигр» сзади. Но «Тигр» развернулся раньше, чем «Тигра» успел выстрелить. Мы встретились лоб в лоб, и нам пришлось плохо. Я дважды выстрелил, и снаряды, как и раньше, отскочили от брони. Затем он выстрелил один раз. Его снаряд не отскочил. Два члена экипажа были убиты, а меня буквально вышвырнуло из танка. Еще восемь «Тигров АСС» пришли на помощь Виттману, и бой разгорелся. Танк Виттмана был подбит, и немцы отошли, оставив в «Вилле Бокаш» после себя только смерть и разрушение. Потеряв четыре «Тигра», Виттман уничтожил 47 машин-союзников, убив 257 человек. В результате своей попытки остановить «Тигра» Виттмана, Пэт Дайес был ранен и почти ослеп. К счастью, врач, лечивший его в полевом госпитале, оказался офтальмологом. Он приложил к моим глазам сильный магнит, и к нему прилипли все маленькие кусочки металла. Он сказал, что если бы они пробыли в глазах сутки, я бы полностью ослеп. Бой в «Вилле Бокаш» показал, насколько смертоносен. В ближнем бою «Тигр» с хорошим командиром, даже несмотря на численное превосходство противника. «Я не мог не восхищаться Виттманом. Он был жестким, смелым и безжалостным. Прекрасный образец немецкого танкиста». Через два месяца после боя «Вилле Бокаш» Михаэль Виттман погиб, когда его «Тигр» был атакован из засады британским танком. Несмотря на то, что высадка союзников прошла успешно, фанатичное сопротивление немцев остановило продвижение англо-американских войск. «Тигр» оказался исключительно эффективен в обороне. Его дальнобойная пушка и толстая броня не оставляли шансов противника. «Тигров» тщательно избегали. С ними ничего нельзя было сделать. Мы были почти бессильны. Они были настоящим кошмаром. Бывало, становилось все хуже и хуже, а потом «Боже мой, там «Тигр». И тут же сообщали по радио, что здесь «Тигр». Давали координаты. Прилетали тайфуны и расстреливали его ракетами. 18 июля 1944 года была начата операция «Гудвуд», которая должна была стать первым этапом прорыва союзных войск из Нормандии. Союзники собирались при помощи тяжелых бомбардировщиков расчистить путь для трех своих бронетанковых дивизий. Полторы тысячи бомбардировщиков произвели самый крупный за всю войну налет на позиции немецких войск. Лейтенант Рихард фон Росен с экипажем своего «Тигра» ждали врага на хорошо укрепленных позициях, когда услышали в небе британские бомбардировщики. Они летели над нами и сбрасывали осветительные ракеты. Я знал, что придется тяжело, но я даже представить не мог, что будет. Соседний танк, стоявший в нескольких метрах от нас, сильно горел. Он был растерзан, как консервная банка. Его пробило насквозь. У нас сердце ушло в пятки. Мы ничего подобного не видели. Представьте, что мы чувствовали, сидя в танке, в течение двух с половиной часов ковровой бомбардировки. Это был ад. К концу августа немецкое сопротивление в Нормандии было сломлено. Седьмая немецкая армия потеряла четверть миллиона человек и почти всю технику. Несмотря на все успехи, особенности местности в Нормандии не позволили «Тиграм» реализовать весь свой потенциал. «Тигры» куда лучше проявили себя на Восточном фронте, где для этих танков хватало целей. К тому же местность там значительно лучше подходила для танков. В городах же или во многих местностях Западной Европы, где видимость составляла менее двух километров, этот танк терял эффективность. Здесь не было таких секторов обстрела, как в России. Несмотря на то, что его империя рушилась, Адольф Гитлер не прекращал попыток создать еще более крупный и тяжелый танк. Невероятно, но почти в самом конце войны Третьему Рейху хватило ресурсов для создания еще более мощного танка, «Королевского Тигра». Гитлер использовал этот супертанк в последней отчаянной попытке изменить ход войны. К концу 1944 года немецкие армии отступали на всех фронтах. Но Гитлер верил, что новый «Королевский Тигр» позволит бронетанковым дивизиям вернуть господство на полях сражений. За пять лет на создание танковых войск были страчены огромные средства, и даже отлично отлаженная немецкая военная промышленность не могла быстро восстановить потери. Военная промышленность Германии уже не могла сравниться с СССР и США по количеству выпущенных танков. Одна Америка произвела в четыре раза больше танков, чем Германия. Советский Союз за годы войны произвел более 40 тысяч Т-34. Но Гитлер был одержим идеей сверхтяжелых танков. Он считал, что наиболее совершенное оружие станет ключом к победе. Однако оно было слишком дорогим. Производство «Тигра» занимало 300 тысяч человеко-часов и обходилось 80 тысяч рейхсмарок, столько же, сколько три истребителя. Для восполнения недостатка рабочей силы нацисты насильно отправляли людей на заводы. Сложное в производстве «Тигра» нелегко было поставить на поток, в то время как американский танк «Шерман» и русский Т-34 гораздо лучше подходили для серийного выпуска, даже и не квалифицированными рабочими. Королевский «Тигр» Королевский «Тигр» вступил в бой в 1944 году. С весом в 70 тонн он был самым большим танком, стоявшим на вооружении во время войны. Его длинноствольная пушка с легкостью пробивала броню любого танка. Вот командир Рихард фон Росен инспектирует свою группу королевских «Тигров». Формой корпуса королевский «Тигр» напоминал Т-34. Броневые листы были наклонными, а не вертикальными, как у «Тигра». На западе танки союзников не были для нас противниками. Ни «Шерман», ни его более мощный вариант «Файерфлай» с тяжелым орудием. Мы легко с ними справлялись. Контрнаступление в Орденнах началось 16 декабря 1944 года. Это единственная битва во всей войне, где массово использовались королевские «Тигры». Гитлер бросил 10 бронетанковых и 14 пехотных дивизий через Орденский лес в Бельгии, чтобы занять Антверпен и отрезать северную группировку союзных войск от линий снабжения. Батальон королевских «Тигров», приданный боевой группе СС, должен был обеспечить прорыв. Плохая погода позволила немцам застать американцев врасплох и за несколько дней отбросить их назад и сильно потрепать. Казалось, немцы почти добились успеха. Хотя в бой было брошено всего около 150 королевских «Тигров», эффект был намного сильнее, чем позволяла такая численность. В начале битвы в Орденных против американских войск бросили королевские «Тигры», которые наводили ужас на солдат. Те никогда ничего подобного не видели. Их застали врасплох. Солдаты считали, что находятся на спокойном участке фронта, и вдруг на них пошли эти чудовищные, огромные королевские «Тигры». Это потрясло солдата, им было тяжело оправиться от паники. Но немцы скоро поняли, что совершили серьезную ошибку, использовав королевские «Тигры» в этом наступлении, несмотря на их смертоносную мощь. Из-за своих размеров они и не подходили для быстрого маневрирования по узким дорогам холмисты и густо заросшей лесом местности в «Арденнах». Повсюду были слякоть, грязь и снег. Из-за того, что танки были огромными, немецким инженерам приходилось укреплять дороги, чтобы танки могли двигаться вперед. Наступление замедлилось. Когда у экипажей танков СС закончились горючие боеприпасы, им пришлось сражаться пешком, подорвав свои же «Королевские «Тигры», чтобы они не достались противнику. Напряжение и отчаяние контрнаступления в «Арденнах» проявилось в эпизоде, когда 77 пленных американцев были расстреляны солдатами СС возле местечка Малмеди. После войны 80 бывших солдат СС понесли наказание за это убийство. Немцы пытались удержать инициативу, бросив уцелевшие «Королевские «Тигры» к городу Бастонь, который им удалось окружить. Но из-за упорного сопротивления американцев они так и не смогли взять город. За этот стратегический пункт развернулось жестокое сражение, но даже «Королевские «Тигры» не смогли переломить его ход. Когда погода улучшилась, самолеты союзников уничтожили немецкие танки, включая бесценные «Королевские «Тигры». В Ордене Гитлер потерпел поражение. Там развернулось и было проиграно последнее большое сражение с участием «Тигров» на Западе. До поражения Германии оставалось всего несколько недель. Немногие уцелевшие «Тигры» использовались в основном на Восточном фронте. Война была проиграна, это понимали все. Мы только хотели не пустить русских еще глубже на территорию Германии. Это было для нас главным. За последние два года войны бронетанковые части нацистов отлично дрались на обоих фронтах. Их мастерство и дисциплина в боях против превосходящих, как правило, сил противника ставили союзников в тяжелое положение, несмотря на численное превосходство. Люди часто недооценивают, насколько хорошо сражались немцы, а они также недооценивали, как хорошо были мы. С момента своего создания «Тигры» участвовали во всех сражениях. Экипажи этих танков сражались на обоих фронтах. Боевые качества танка стали легендой. Я бы не хотел пойти в бой ни в каком другом танке, кроме «Тигра». Он во всех отношениях был лучше любого нашего танка. Я считаю «Тигр» самым лучшим когда-либо существовавшим танком. У него были свои недостатки, которые надо было знать, но это было решаемо. Быть в составе экипажа «Тигра», командовать ротой «Тигров» стало для меня высшей точкой моей военной карьеры. Немцы не могли выпустить достаточного количества такого совершенного оружия, чтобы спасти Третий Рейх от поражения. Но даже после поражения нацистской Германии репутация «Тигра» не помягла. В течение Второй мировой войны «Тигр» превосходил американский «Шерман М4» или русский «Т-34». Но они сделали всего 1300 таких танков, а это капля в море. Но надо сказать, что этот танк останется на страницах военной истории как один из лучших танков всех времен. Композиторы Иоанн Лин и Элисон Тейлор. Операторы Дэйв Мидоуз и Стив Бакланд. Автор сценария и режиссер Патрик Кинг. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу «Союз Видео». «Инис» по заказу «Союз Видео» Фильм озвучен регулярной войны «Офlinear» «Колдум поможет Rosen», «Колдум поможетota Τοев consecut». «Фильм озвучен Educүедfordgan». Фильм озвучен Патрик Кинг.